И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван. И, друзья, сегодня у меня серия по игре Take on Mars. Знаете, такой как бы мини-обзорчик, мини-прогулка. Что представляет из себя эта игра, скажу. Это выживалка. Здесь есть одиночные какие-то сценарии. Есть также мультиплеер. Игрушка старенькая, но довольно-таки еще, я скажу, пока что востребовательна. То есть, по мультику народ вы найдете всегда. Там кто-нибудь досидит, играет. Игра это представляет собой прогулки по Марсу. Не только по Марсу, это и Европа, спутник Юпитера. Также есть Луна и многие другие объекты. Кому интересно, можете погуглить, посмотреть. Ну, в сегодняшней серии я буду играть в мультиплеере. Короче говоря, сейчас сами все увидите. Погнали. Ну что ж, друзья. Короче говоря, экспедиция Mars X-1 прибыла на Марс. Да, можешь обратить внимание, мы находимся внутри капсулы. Я надеюсь на хорошее приземление, но удачное. Я боюсь отбить себе зад. Думаю, этого не произойдет. Так, подожди-ка. У нас есть... Ага, можем включить свет, отлично. Так, давай посмотрим, что у нас происходит снаружи. Посадка еще, к сожалению, не завершена. Ну, а пока немножко могу вам рассказать еще об этой игре. Здесь, ребятки, придется очень много-много-много-много изучать. Различные постройки, добывать различные всякие материалы. К сожалению, да. Одно но, игра на английском. Но, в принципе, проведя некоторое время в ней, можно в ней разобраться. Тогда посмотрим, что у нас снаружи. О, и посмотри, как замечательно. Ты видел две капсулы, спускающиеся? Две спускающиеся капсулы, это, короче, друзья, два контейнера, в которых находятся нужные нам компоненты, различные банки, солнечные батареи, и провода для постройки, ну, не знаю, того же 3D-принтера. Так, давайте спустимся аккуратно. Отлично. Блин, боже. Вот за что я не люблю Take On Mars, это вот за его вот такие вот косяки, знаешь, небольшие как бы. Так, нет, ну я, конечно, понимаю, что помещение очень маленькое, и я, блин, дверь не закрывается, и либо у меня башка слишком такая огромная. Так, выходим наружу. Кстати, обрати внимание, прекрасное музыкальное оформление, вот это тоже один огромный плюс для этой игры. Конечно, было бы прекрасно закрыть люк, да? Нет, ты не против? Подожди-ка. Давай, закроем люк, загерметизируем здесь все, и все, и пойдем дальше. Боже, как ты медленно забираешься. Илон Маск был бы, наверное, тобой недоволен. Ладно, фиг с ним, поехали. Давай, быстрее. Я хочу уже увидеть марсианскую поверхность. Здесь, в принципе, наверное, не столь важно закрывать этот люк, по крайней мере, в этом помещении, хотя... Так, еще одна лестница. Блин, одни барьеры кругом. Ну что ж, вот она, марсианская уже поверхность практически. И первый человек на Марсе, да. Вот мне повезло, мне повезло, да, вот как я и говорил, вот с этими контейнерами. Обычно они, знаешь, спускаются где-то вообще, ну, метров за 300, за 400. Просто приходится ездить на роверах. Марс, приветствую тебя. Конечно, с одной стороны, то, что они спустились рядом здесь, эти контейнеры, это, знаешь, конечно, хочется побродить как-то, посмотреть марсианскую ту же самую поверхность. А тут вроде как все рядом, и, блин, настолько становится все легко. Так, подожди, давайте пойдем. У нас, кстати, да, у нас есть ровер, я сейчас покажу вам его. Так, самое главное, глядить за панелью на, короче говоря, на шлеме, вот это вот, видишь, температура, все показатели, кислород, энергия скафандра, время, температура, ну, и почему ты не открываешься? Ну? Не, ну, слушай, реально она не хочет открываться. Почему? Я тебя умиляю. О, наконец-то, да. Отлично. Так, давай-ка выгоним наш ровер, наверное, на поверхность Марса. Блин, боже, какой он шумный, да? Так, ну, можно, конечно, играть и от третьего лица, но мне больше всего нравится играть от первого лица, чувствовать себя первым. Первым. Или как там сказать, да, первым, первый проходцем на Марсе. Так, а я заходил через эти двери? Да, по-моему, я выходил здесь. Давайте зайдем, наверное, внутрь, я думаю. Ну, почему у нас давление не стабилизируется? А, вот, все в порядке, все отлично. Давление в норме, можем заходить внутрь нашего челнока. Поехали. Потому что самое главное, да, не забывать закрывать двери. Ну, что ж, мы внутри, друзья, это классно. Посмотри, здесь какой обзор, да? Шикарно. Кстати, сколько у нас на Марсе? Ага, я понял, почти шесть вечера. Давайте включим свет, наверное. Можно даже снять скафандр. Кстати, друзья, есть здесь три вида скафандров. Это легкий, средний и тяжелый. Да, тяжесть здесь имеет свои свойства. То есть, ну, будет тяжелее ходить, тяжелее передвигаться. Допустим, если вы оденете тяжелый, самый тяжелый скафандр. Но есть свои плюсы. В нем большой запас кислорода. Я одену, наверное, сейчас средний скафандр. Так, пока шлем, наверное, я не буду одевать. Интересная вещь под названием... Вот такая вот пиговина есть. Медицинский, как бы... Такой, знаете... Так, где он у меня? Вот он. Такой медицинский прибор, с помощью которого вы можете обследовать себя и своего напарника. То есть, посмотреть состояние его здоровья. Так, ну, у нас, в принципе, все нормально. Радиация в норме. О, кстати говоря, здесь можно посадить картошечку. Ну, это мы так сейчас, знаете, поверхностно пробежим по этой игре. Так, это у нас космическая еда. Space Pack Beefs Peak. Beefs Peak. Это у нас мясо. Я так понимаю, какое-то сушеное или что? Витаминчики. Витаминчики тоже нам будут нужны. Так, семена картошки. Ну, давайте можно картошку засадить. Почему бы нет? Марсианская картошка, всем известная, да? Так. Ну, я имею в виду по космическим играм. По теме Марса. Так. Можно высадить семена. Одного пакета пока будет достаточно. Я здесь один. Так. Что у нас здесь еще есть? Пойдем посмотрим. Так. Вот это вот тоже немало, такая, знаете, немало важная вещь. Это у нас Construction Tool. То есть, с помощью этого мы будем... Это дрель. Своего рода с помощью нее мы будем ставить какие-то, не знаю, элементы, сооружать, не знаю. Ну, сейчас посмотрим, короче говоря. Так, подожди. Давай выйдем в открытый сейчас космос. Обратно на поверхность Марса. Одеваем наш гермошлем. И, кстати, смотри. У нас предупреждение о солнечной вспышке. Четыре минуты. Через четыре минуты у нас будет солнечная вспышка. Кстати, они здесь очень опасны, я тебе скажу. Можно даже остаться без детей. Да, да. Если ты хочешь заделать детей на Марсе, то, друг, я тебе советую во время солнечной вспышки обязательно уйти в помещение. Нет, если, конечно, они у тебя есть на земле, и ты больше ничего не планируешь, то, братан, все в твоих руках. Так, я забыл закрыть двери. Иначе марсианская пыль, она, блин, такая хреновая штука. Так, три минуты, три с половиной минуты. За три с половиной минуты я практически, наверное, ничего не успею. Хотя я хотел открыть вот эти контейнеры и посмотреть, что там в них. Так, а я обратно вовнутрь смогу успеть-то? Подожди, давай-ка. Давайте сразу восстановим давление в этом отсеке, чтобы мне обратно потом вернуться, короче говоря, да? Где-то будет минута, мы сразу же вернемся назад. Боже, Марс. Так, открываем контейнер, короче говоря. Отлично. Вот эта вот фиговина нам больше не нужна. Так, и что у нас здесь? О, конечно же, наши знаменитые бочки, в которых содержатся все полезные вещества, с помощью которых мы будем делать 3D-принтеры и остальные части какие-то, не знаю, солнечные батареи, провода. Это все, что угодно. Так, вон там у нас маленький 3D-принтер, здесь у нас солнечная батарея, провода. Так, 2 минуты надо не забывать. 2 минуты до солнечной вспышки. У меня фонарь-то есть? А, да, вот есть фонарь, замечательно. Так, что у нас в этом контейнере? Подожди, надо поблизости. Что у нас тут? Ну-ка, ну-ка. Боже, какие они тяжелые. Так, солнечная батарея, это у нас переходник для проводов. Так, ну давай вынем его, наверное. Конечно, куда быстрее было бы вдвоем здесь все делать. Так, где мы это все будем устанавливать? Я думаю, наверное, где-нибудь... Ну, примерно, наверное, вот в этом месте. Так, ну-ка, давай-ка поставим переходничок, наверное, наш, да? Давайте вот тут. То есть, да, выбираем нашу дрель и вставим. Втыкаем в поверхность Марса. Так, короче говоря, у нас, друзья, ровно минута до вспышки. Поэтому нам я советую вернуться вовнутрь. Вовнутрь нашего челнока. Так, подожди. Давай, герметизируем наше помещение. Все, замечательно, отлично. Так, подожди. Возвращаемся обратно. Пока можно, наверное, я не знаю. Если мы голоды, можно поесть марсианской картошки. Хотя, по-моему, мы в норме. Так, шлем снимать мне или нет? Блин, нам нужно наблюдать за солнечной вспышкой на Марсе. Поэтому давайте дождемся, короче говоря, конца солнечной вспышки. И уже выйдем на поверхность, друзья. Можно пока даже посидеть. Почитать газетку. Ждем, друзья. Кстати говоря, да, у нас уже заканчивается максимум солнечной вспышки. Поэтому через 10 секунд можно спокойно возвращаться на поверхность Марса. И я пока сидел в раздумьях, пока я ждал окончания солнечной вспышки, я вспомнил, что... Боже, на моем канале когда-то были убогие самые первые видео по Take on Mars. И, боже, это так было стрёмно. Ну, просто невозможно. Так, стой, подожди. Так, мне надо... Мне надо выйти с той стороны. Мне надо... Вот здесь вот, где, по-моему, здесь... Да, вот тут вот, кстати, лаборатория находится. Здесь можно потом в дальнейшем будет изучать марсианскую почву. Или, ну, то, что мы тут можем только найти. Возможно, даже какую-нибудь жизнь, я не знаю. Так. Ну что ж, возвращаемся на поверхность. У нас, кстати, уже 6 вечера на Марсе. Минус 70 за бортом. Ну, это нормально для Марса. Это нормально. О, боже. Так, подожди. Солнечная батарея. Иди сюда, дорогая моя. Где мы ее с вами установим? Наверное, вот здесь где-нибудь, я думаю, да? Давай вот так, примерно. Так-с. У нас там, по-моему, еще катушка с проводами где-то есть. Вот она. А у нас где-то... Подожди, стой. У нас же, по-моему, здесь две солнечных батареи. Давай установим две солнечных батареи, чтобы выдавало больше мощности. Потому что все, что нам прислали с земли, блин, оно жрет очень много электричества. Они-то, конечно, там на земле, а товарищи, друзья, не привыкли экономить электричество. Но на Марсе придется этим заняться. Придется, да, немножко поэкономить. Можно расположить где-нибудь рядышком. Но я пока так, знаешь, поверхностно, примерно. Так, у нас... Стой, подожди. У нас провода с той стороны, да? Подключение, питание. Давай тоже где-нибудь вот здесь. Приблизительно. Так. Давай-ка мы сейчас тройничок перенесем. Где-нибудь вот здесь, я думаю, можно установить. Отлично. Так, конечно, повезло, что, блин, контейнеры с, блин, с нужными элементами, веществами различными, они упали рядом прям вот с нашим куполом. Так. Провода, провода, провода. Забираем. Блин, там элементы все повылетали. Это, конечно, капец. Так, давай поставим пока здесь. Подожди. Так, мне надо собрать элементы. Потому что... Чтобы не пришлось потом бегать по всей поверхности Марса за ними. Так, подожди. Давай, давай кабель. Нам нужен кабель. Ага. Кстати, кабель здесь такой, блин, боже, он... Здесь физика такая игры, немножко, знаете, она, блин, стрёмная, но, конечно, всё прикольно сделано. Так. В принципе, я даже сказал бы, что как бы выглядит немножко реалией. Посмотри, какой змей, да? Так. Провода. Я не помню, как здесь подсоединяется. По-моему, красный к зелёному, а зелёный к красному. Так, есть. Вот этот кабель мы подключаем к нашему переходнику. Ага, то есть я не могу, подожди. Ну-ка, ладно. Боже, придётся его немножко покрутить, повертеть. Я это не люблю. Серьёзно, блин, честно. Так, ну-ка, иди сюда, дорогой. Да чтоб тебя, да ладно, с той стороны всё-таки тебя придётся подключать. Да нет, то ты издеваешься, боже. Так, ладно. Давай, берём. Давай, тебя тогда перевернём. Ладно, базара нет. Давай, окей. Так. И чё у нас там выдаёт? Так, подожди-ка, ну-ка, дай-ка посмотреть. А, 89 ватт, я так понимаю, да? Выдаёт у нас одна солнечная батарея. А ну-ка, стой. Да, по-моему, да. На загрузку у нас пока ничего не идёт. Так, снимаем ещё один кабель. Да, блин, поставь ты, ё-моё. Так, давай-ка с... Вот, отлично. Давай, размотаем его. Так, и присоединяем его ко второй... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И присоединяем ко второй батарее. У нас красный, да? Да, значит, батарея. Короче говоря, если что, потом можно будет... Все эти элементы перенести, перенастроить. Ну, блин. Чтобы немножко было удобнее потом здесь передвигаться. Так, давай... Дам вот к нему. В нижний, нет? Давай, давай рядом, да, вот сюда. Так, коннект, отлично, всё есть. И что у нас там? 219 ватт? Ну, прекрасно. Так, отлично. Питание у нас есть. Чё нам ещё надо? Нам, наверное, сейчас нужно поставить, я думаю... Так, вот такой у нас тут есть. Блин. Так, тихо, аккуратно. 3D принтер. Аккуратно. Боже, как все эти элементы вылетают здесь. Меня это прям просто убивает. Блин, серьёзно. Нет, ну это... Блин. Так, поставь его здесь. Давайте вот эту бочку с элементами. У нас там чё, алюминий? Я не знаю, чё у нас там есть. Короче, мы её сейчас берём. Это наш маленький первый 3D принтер. И мы его поставим где-нибудь вот здесь, наверное, я думаю. Давайте вот тут вот поставим. Отлично. Так, ровер нам не помешает, я надеюсь. Так, чё нам надо? Нам надо, да, всё правильно. Нам нужен кабель, который нужно подключить к принтеру. Да, блин, боже. По-моему, ветер начинается на Марсе, нет? Посмотри, как дует. Да-да. Так. Провод я размотал. Отлично. Так, катушка на месте. Стой там, раз-два. Поехали, подключаем у нас. Так, запитаем здесь. И второй конец запитаем. Можно, конечно, принтер было поставить чуть дальше. Ладно, хрен с ним. Так, есть, отлично. Кстати, вот наш маленький первый принтер, на который мы можем... Посмотрим, что там можно напечатать. Так. Блин, боже, здесь много всего. Вот эти вот бочонки с полезными элементами. Можно поставить, да, смотри, ветряки. Это у нас что? Дриллинг риг. Я так понимаю, это какие-то добывающие станции. Это у нас что? Это генератор. Что это? Передающие антенны. Кстати говоря, ты посмотри, как тут можно всего много интересного поставить и зафигачить. Так, можно даже поставить большой 3D принтер, но это я делать не буду. Не в этой серии уж точно. А вот. Короче говоря, давайте отправимся назад. Блин, охренеть, какая большая, огромно проделанная работа. Классно. Ну, это может показаться, что это большая работа. На самом деле, здесь, друзья, предстоит очень много выполнить всего в дальнейшем. Давайте отправимся, короче говоря, обратно в наш купол. Так, подожди. Ну-ка, давай-ка свет включи, друг. Ага, замечательно. Слушай, мне уже хочется скинуть этот гребаный скафандр. Он уже, блин, он меня душит. Я вспотел, хочу принять душ и лечь спать уже, блин. Ну, на самом деле. Отлично. Эк. Давай, попьем воды. Талибанем. А, я не хочу, я не нуждаюсь в воде, да? Ну, ладно. Ну, что ж, давайте ляжем тогда спать и все. Я думаю, на этом закончим. Ну, примерно вот такого плана, друзья, игрушка. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. В общем, наверное, у меня на сегодня все, друзья. Всем спасибо, всем пока-пока. Я пошел спать. Всем пока-пока-пока.